В эфире новости губернии. В студии Анастасия Зубарева. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. Крепкие напитки из-под полы, слабо алкогольные по студенческому, а еще контрафакт. Как самарские магазины нарушают закон, проверили общественники и наша съемочная группа. Нам нужен и берег Турецкий, и Африка тоже нужна. Самарская область перевыполнила целевой показатель на этот год по экспорту сельхозпродукции. Какие культуры лидируют в списке самых востребованных на зарубежных рынках и на каких берегах ждут наше зерно. Две с половиной тысячи заявок от Самарской области. Регистрация федерального конкурса управленцев лидера России продолжается. Как вступить в борьбу за один миллион рублей и учиться у лучших управленцев страны. Получить грант в один миллион рублей и год личных карьерных консультаций от федеральных министров, бизнесменов из списка Форбса или главсубъектов. Такая возможность есть у каждого из участников федерального конкурса управленцев лидера России. Регистрация стартовала, и от Самарской области подано уже более двух с половиной тысяч заявок. Как вступить в эту борьбу и почему связи в ней не помогут, Анна Ивахина расскажет. Обеденный перерыв для Александра Благова. Повод прогуляться и в очередной раз проверить личный кабинет на официальном портале лидера России. Он участвовал в прошлых сезонах конкурса управленцев, дважды дошел до полуфинала. И вот теперь третья попытка. Для меня, наверное, важнее всего получить новые знания, новые знакомства. А в дальнейшем, ну, как бы, посмотрим, к чему это все приведет. Конечно, интересно, скажем так, отвечать за более масштабные вещи. Это, ну, хотелось бы, наверное, и этого в том числе. Лидеры России – федеральный конкурс управленцев. Возможность талантливым руководителям проявить себя. Итогом двух сезонов стали более 150 назначений. Победительница первого конкурса Анна Сирота получила работу в Москве в логистической компании. Финалист Сергей Бурцев возглавил департамент Самарской области по делам молодежи. Победитель сезона 18-19 Сергей Печушкин стал заместителем министра строительства региона. Ну, что греха таить. Иногда в разговорах говорят, и возможности реализовать себя нету, значит, и условий нету, и, не знаю, все везде схвачено. Вот сейчас, на мой взгляд, решающий момент для каждого человека. Потому что, ну, либо ты продолжаешь разговаривать, либо ты берешь на себя ответственность за свою жизнь, за свою судьбу и начинаешь действовать. Конкурс – череда этапов и испытаний на профпригодность. Дистанционное тестирование, окружные полуфиналы, затем финал. 300 участников получают грант – 1 миллион рублей. А 100 лучших – еще и возможность учиться у наставников, экспертов в сфере управления. В их числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона работает не только с победителями, но и открыт к сотрудничеству для финалистов и полуфиналистов губернии. У нас за последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей. С тем, чтобы вот эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас не позвоночное право работало, не по связям. Работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну. Из Самарской области за 10 дней поступило более 2,5 тысяч заявок. Регистрация продлится до 27 октября. Подробности на сайте лидерароссии.рф. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии. Только собрали и уже торгуют на весь мир. Самарские аграрии превысили плавные новые показатели по экспорту продукции АПК, установленной Минсельхозом России. И потенциал для увеличения отгрузок еще не исчерпан. Наиболее выгодный вид транспортировки и навигации закроется через месяц. Какие культуры пользуются спросом на внешних рынках, выяснял Сергей Павлов. Проход замывает. Вот мы были с щебенкой сейчас. После щебенки подмели и потом помыли. Корабль начищен до блеска, не пылинки. Теперь можно принять и самый ценный груз. Янтарное золото поле региона готовится к дальнему плаванию. С Самарского причала 2000 тонн пшеницы сперва отправятся в Краснодарский край, а оттуда с большим караваном поплывут к берегам Бангладеша. Чтобы купцы заморских товаров не придрались, здесь на терминале зерно подсушили, почистили и сформировали единую партию с высоким протеином. Именно за это так высоко ценят наш хлеб за рубежом. Из тех стран, в которые мы в последнее время отправляли зерно, это Израиль, еще раз повторюсь, Турция, Египет, Ливан. И плюс есть еще отдельный Каспийский рынок, это рынок Ирана. В этом году цены на зерно на внутреннем рынке не уступают международным. Несмотря на это, экспорт Самарского агропрома превысил целевые показатели. Уже отгружены на сумму в 240 миллионов долларов. Лидирует масложировая продукция «Зерновые нут». У нас есть четыре точки отгрузки, которые работают достаточно стабильно. Конечно же, мы все прекрасно понимаем, что при возможности реконструкции этих объектов их экспортный потенциал значительно увеличится. Проблему качественного улучшения логистики не раз поднимал губернатор. Намеченные шаги в реализации нацпроекта по экспорту продукции АПК Дмитрий Азаров обозначил в своем послании. Речь идет о строительстве и модернизации объектов хранения и транспортировке сельхозпродукции. На сегодня потенциальными инвесторами заявлено ряд проектов экспортной направленности по строительству и реконструкции речных терминалов и элеваторов с увеличением мощности до 330 тысяч тонн. Нарастить экспортные поставки зерна за рубеж у самарских аграриев есть все шансы. Навигация закроется через месяц, а выход к воде – выгодное преимущество региона. Сергей Павлов, Новости губернии. Космос, медицина и глобальные рынки в Самаре обсудили перспективные направления международного сотрудничества регионального научного образовательного центра и Мексики. Об итогах встречи в нашем материале. Эта страна давно перестала ассоциироваться с родиной мыльных сериалов и океанских пляжей с массой туристов. Мексика активно развивает высокотехнологичные направления, в том числе аэрокосмическую отрасль. Запчасти к различной технике из этой страны давно зарекомендовали себя на глобальных рынках как недорогие и надежные изделия. Вся авиационная техника, инфраструктурная, которая, кстати, в ближайшие 20 лет увеличится должного количества, потому что количество авиационных хабов, авиационного сообщения по всем прогнозам как минимум в два раза увеличится. Вот это все нужно обслуживать, сопровождать. И в этом смысле мексиканцы довольно эффективны. Потенциал развития огромный и не только в авиационной сфере. С обеих сторон есть интересные разработки в области медицины, добычи полезных ископаемых. Ядром взаимодействия выступает Самарский научно-образовательный центр, который призван стать мостом между наукой и производством, способствовать максимально быстрому внедрению инноваций в реальную жизнь. Это действительно прорыв, потому что НОЦ Самарской области впервые провел переговоры как уже состоявшийся проект региона. Можно говорить, что мы вышли из рамок региона, мы вышли на федеральный уровень. И вот сегодня, по сути, это начало формирования международной истории работы Самарского НОЦа. Самарская область и Мексика уже сделали первые шаги на пути взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в сфере образовательных программ. Те шаги, которые сейчас делаются, это правильные шаги. Начаты обмены группами студентов, начаты обмены преподавателями, которые уже в две стороны работают. Я думаю, это правильное начало взаимоотношений. По итогам встречи представители НОЦ передали послу протокол, в котором обозначили формат и главные направления сотрудничества. После его подписания стороны перейдут непосредственно к реализации проектов. Руслан Шарипов, Роман Апарин, Новости губернии. Познакомиться поближе с Мексикой теперь, кстати, возможно, не выезжая из Самары. В музее Лабина открылась выставка, посвященная традициям этой страны. Национальные костюмы, кадры, кинохроники, экспозиция революционных снимков в нашем сюжете. На документальных кадрах одни из самых страшных событий в истории Мексики. Революция. Она длилась семь лет с 1910 до 1917 года, сопровождаясь большим количеством жертв. Эта революция во многом определила облик современного государства Мексики, потому что заложила основы равноправия трудящихся женщин, позволила ввести бесплатное образование, сначала начальное, а потом и общее. И Мексиканская революция повлияла во многом на культуру всего мира. Мексиканская революция стала источником вдохновения и для советских режиссеров Сергея Изенштейна и Григория Александрова. Фото-выставка и, как ее дополнение, документальное кино – только одна из двух частей экспозиции, посвященной «Неделе Мексики» в Самарской области. Напротив серой стены с преимущественно черно-белыми снимками, насыщенные красками и разнофактурные наряды жителей штата Юкатан. Платья, рубашки, платки с цветочными узорами – результат смешения коренных индейских и пришлых европейских традиций. Натуральные ткани, вышивка, яркие цвета, национальный костюм юкатанских метисов – один из самых узнаваемых в Мексике. По сути, это слияние основных черт одежды племен майя и испанцев 15 века. Познакомиться ближе с традициями страны отстыков в Самаре может каждый. Чрезвычайный поломощный посол Мексики в России уже посетила выставку и оставила пожелания в книге отзывов. Мария Шпакова, Сергей Александров, Новости губерния. А вот о том, как укрепить культурные связи не только с другими странами, но и между регионами России, в эти дни обсуждают на форуме «Тур притяжения». Его уже шестой раз организует администрация Самары. В этом году событие объединило специалистов сферы гостеприимства из 14 городов. Куда уехал из Самарской области вагон знаний и почему пицца и суши – это смешно. О трендах туристической индустрии – следующий материал выпуска. Виктор Беляев 30 лет проработал в Кремле, кормил первых лиц государства. Главный кулинар России уверен в будущее гастрономического туризма за местной кухней. В целом, туристическая отрасль в России – поле плодородное, но до пожинания плодов еще далеко, признают эксперты. Новые тренды в гостеприимстве обсуждают на форуме «Тур притяжения» в Самаре. В прошлом году город прошел проверку событием планетарного масштаба. Мы серьезный импульс развития туризма и свои возможности, и ощущение не только потенциала, но и реализации потенциала получили в год проведения чемпионата мира. И я напомню, что мы стали четвертым регионом по количеству туристов, которые приехали в эти дни на территорию Российской Федерации. Регионы делятся лучшими практиками. В свое время Самарская область выстрелила с проектом «Вагон знаний». Его взял на вооружение Новосибирск. Но мало идею разработать, многое упирается в транспортную доступность. 63-й регион уже скоро станет еще ближе к туристам. Рывок можно совершить и благодаря ресурсам нацпроектов. Всего их 12. Они реализуются по инициативе президента Владимира Путина. Это существенные вложения во все сферы жизни страны. Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство. Эти нацпроекты открывают перед представителями турбизнеса новые возможности. Мы обучаем малое и среднее предпринимательство. 10 циклов семинаров у нас еще запланированы до конца года. Кроме того, мы оказываем грамотную поддержку. Форум продолжит работу 18 октября в программе «Семинары-практикумы для рестораторов, отельеров, туроператоров и экскурсоводов». Особое внимание уделено межрегиональному взаимодействию. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Ульяновском и Уфой. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии. Возможности моря – главная предпринимательская инициатива. Как развивается малый и средний бизнес в Самарской области, какие меры поддержки существуют для начинающих предприятий и тех, кто уже вырос до уровня международной торговли, обсудили эксперты, представители власти и бизнеса за круглым столом в совместном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и телерадиокомпании «Губерния». Трансляция живого диалога велась во все социальные сети этих медиа. Присоединиться к нему, оставить комментарий или задать вопрос мог любой желающий. В центре обсуждения оказались ресурсы и возможности бизнесменов. Помочь готовы даже тем, кто пока еще даже сам не до конца определился с будущим предприятием. Компания реализует национальный проект поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках него центр услуг «Мой бизнес». Это такое агрегированное направление, когда все структуры поддержки объединяются для того, чтобы оказать комплексные услуги предпринимателю или будущему предпринимателю, начиная с оценки проекта, с подготовки документов, например, и кончая консультациями. Самара стала местом проведения акции «Неделя без турникетов», инициированной Союзом машиностроителей России. В проекте приняли участие 12 школ областного центра с углубленным изучением математики и физики. Школьники посещают ведущее предприятие региона, где в недалеком будущем они смогут применить свои знания и таланты. В профориентации приняла участие и наша съемочная группа. Эти двигатели – результат усилий целых поколений отечественных конструкторов и рабочих. Продолжить эволюционную цепочку технического прогресса предстоит тем, кто пока еще сидит за школьными партами. Многие из них уже выбрали сферу приложения сил. Космос, будущее связано будет с космосом, и он должен развиваться, ракеты будут новой строиться. От того, смогут ли взрослые привлечь на промышленные предприятия достойную смену, зависит будущее отечественного производства. Это хорошо понимают устроители акции «Неделя без турникетов». Ее главная идея – познакомить школьников и студентов с предприятиями региона, рассказать о перспективных и наиболее востребованных на рынке трудопрофессиях. Ребятам очень интересно. На самом деле, если мы посмотрим, с каким интересом, с каким азартом они выходят уже после экскурсии и рассказывают неделями, делятся своим сверстникам и родителям дома о том, что они видели, какие станки, какие двигатели. Безусловно, они не останутся равнодушием в будущем к тому, что они увидели на предприятии. В акции машиностроителей задействовано более 10 ведущих предприятий губернии. В этом году акцент «Неделя без турникетов» был сделан на 12 опорных школ, которые выбраны нами в участие в проекте по профориентации школьников. Поэтому все ученики, желающие посетить наше предприятие, а в дальнейшем возможность связать свою судьбу с нашим предприятием, приходят и знакомятся с производством. Акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года. Организаторы акции планируют провести более 300 экскурсий на предприятия Самарской области и охватить от 1,5 до 1700 учащихся учебных заведений. Ванислав Жирнов, Дмитрий Столяров. Новости губерния. А теперь коротко о других новостях в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Почти 4 миллиарда рублей было выделено на подготовку муниципалитетов Самарской области к отопительному сезону. Информация озвучена на заседании областной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Средства пошли на ремонт и обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в этом году было переложено почти 30 километров теплосетей на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Раньше срока в Самаре приступили к ремонту улицы Победы от проспекта Кирова до Нововокзальной. По плану, работы на этом участке должны были начаться в следующем году. Отрезок от улицы Елизарова готов почти на 100%. Осталось установить дорожные знаки. Победу расширит до 4 полос в районе улиц Краснодонская, Воронежская и Калинина. Все работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Коллектив Самарского регионального отделения общества глухих стал лучшим на всероссийском конкурсе концертных программ. Он проходил в Сочи и собрал свыше 400 участников из 40 регионов России. На суд жюри и самарцы представили 10 номеров – танцы, фокусы и выступления в жанре жестовой песни. Итог – победа в номинации «Лучший коллектив» и 6 призовых мест. Алкоголь несовершеннолетним по студенческому билету новые правила торговли установили в одном из магазинов поселка Мехзавод, за что сразу и поплатились. И это оказалось далеко не единственное нарушение. Активисты общественной организации по защите прав потребителей вышли в рейд по самарским торговым точкам. Участие в проверке приняла и наша съемочная группа. Александр показывает свой почти трофей. Бутылка 0,5 с прозрачной жидкостью неизвестного состава. Без этикеток и акцизов была коплена в одном из круглосуточных продуктовых магазинов в поселке Мехзавод. И это не единственное нарушение торговой точки. Здесь же несколькими минутами ранее несовершеннолетние девочки продали алкоголь, содержащий коктейль по студенческому билету. То, что в студенческом не пишут дату рождения, продавщицу не смутило. Как и вывеска напротив кассы. Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. Общественники зафиксировали нарушение на видео. Вызвали полицию. Продавец свою вину признала. Что за странную жидкость продали мужчине, что называется, из-под полы, осталось загадкой. Пояснение не смогла дать ни продавец, ни хозяин магазина. Контрафакт в магазине в итоге нашли. И изъяли. Около 100 литров. Вопросы у проверяющих возникли и к якобы лицензированному алкоголю, стоящему на прилавке. Две бутылки крепкого напитка. На одной акцизная марка смазалась от прикосновения. Вторую пытались пробить через приложение в телефоне. Кстати, так может сделать любой покупатель. Смотрим по акцизке, уже по программе пробиваем. Акцизная марка не найдена. В базе данных продукций может являться подделка. Такие проверки в Самаре регулярны. Раз в квартал. Общественники выходят в рейд по магазинам. Выборка не случайно. Идут по тем торговым точкам, на которые жалуются жители. Нет такого, что все абсолютно тихо. Мы на ежедневной основе, на телефон горячей линии, также принимаем все обращения от граждан по фактам нарушения закона о защите прав потребителей. В том числе и по реализации контрафактной алкогольной продукции. Алкогольной продукции несовершеннолетним. Нарушают законы не только мелкие торговые точки, но и, как показала практика, супермаркеты. В ходе этого рейда несовершеннолетний проверяющий. Трижды купил сигареты в разных магазинах одной крупной торговой сети. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости, Губерния. Готовить, убираться, ходить за покупками, общаться с другими людьми. Уже второй год люди, ставшие инвалидами вследствие психических заболеваний, познают быт благодаря уникальной программе учебного сопровождения в Красном Яре. Такой опыт теперь перенимают и за пределами Самарского региона. А терапия, которая становится все более востребованной, Владимир Маркин. Кухонные принадлежности не лежат без дела. Елизавета Насеткина всегда найдет им нужное применение. Девушка научилась готовить, и теперь этот процесс перестал быть для нее трудным. Участница проекта «Учебное сопровождаемое проживание инвалидов вследствие психических заболеваний» на протяжении трех недель постигает азы домашних хлопот. «Раньше я не умела готовить. В общем так. Пытаюсь как-то это делать, но несложные блюда. Манку, молочный суп. Потом на обед я пытаюсь приготовить на обед салат. Мне здесь нравится». Проект уже второй год помогает инвалидам адаптироваться к условиям обычной жизни. Опыт обучения молодых людей с подобными ограничениями здоровья у Самарской области перенимают и другие регионы. Специалисты из Димитровграда прибыли в центр, чтобы на практике познакомиться с методиками воспитания особенных молодых людей. «Нам интересен опыт работы с ребятами именно в отдалении от их дома. Наш центр доверия на следующий год вступает в этот проект. Мы также будем иметь загородную дачу, на которой можем создать условия для такой реабилитации ребят». В доме центра «Парус надежды» созданы все условия для обучения особенных молодых людей. С каждым годом к специалистам обращаются все больше родителей, готовых отдать детей на курс учебного сопровождаемого проживания. «Этот проект стараемся активно поддерживать. У нас есть группа дневного пребывания на территории нашей церкви. И они выезжают тоже сюда, в этот дом, но они выезжают, правда, с родителями». Разработанная центром программа позволяет воспитанникам развиваться разносторонне. Помимо адаптации к домашним делам, инвалидов отправляют на экскурсии, приучают к культуре и спорту. В дом порой приходят и четырехлапые друзья. Общение с животными – хорошая эмоциональная разгрузка, считают педагоги. «Это помогает получить положительные эмоции, понять, как правильно общаться, как можно общаться не только с людьми. И с помощью вот этих занятий расширяется кругозор ребят». Специалисты комплексных центров социального обслуживания из муниципальных районов Самарской области посещают «Парус надежды» еженедельно, по четвергам. После они могут доносить информацию до родителей более грамотно, так как изучили сопровождение изнутри. «После того, как к нам приезжали специалисты комплексного центра социального обслуживания Центрального округа, это Тольятти, к нам на проект пришло два молодых человека, которые включились, и сегодня они здесь проходят обучение». Обучение по этой программе уже прошли 60 специалистов из разных районов Самарской области. Владимир Маркин, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии, Красноярский район. Благоустройство родного города в наших руках. По инициативе жителей Комсомольского района во дворе дома 27 по улице Лизы Чайкиной открылась детская игровая площадка. Это результат совместной работы власти и населения в рамках губернаторского проекта «Содействие». О тех, кто на новой площадке уже успел поиграть, наш материал. В доме по улице Лизы Чайкиной 27 живут несколько десятков молодых семей. Рядом находятся школа и два детских сада. Жители признаются, игровая площадка в этом микрорайоне была просто необходима. «Я живу в этом доме с рождения, и у меня второе поколение уже растет. И очень рада, что поставили такую горку, площадки. Сейчас вот народ идет у нас, детские маленькие, идут истать. Очень рада». «Моей дочке 4 года, а мальчику 5 лет. Они замечательно катаются. И буквально на всех игровых зонах, и сборке, и на крутящемся кольце, и даже вот здесь вот. То есть они приспособлены даже от 3 лет для детей. Мы довольны очень». Открытие этой площадки заслуга в том числе и самих жителей. Они стали участниками проекта «Содействие», инициированного губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Средства на строительство выделили из областного бюджета. 7% суммы, а это порядка 150 тысяч рублей, вложили жители. «Огромное спасибо в первую очередь жителям данного дома, активным. Они умнички, проявили инициативу. Также наша администрация, которая вела полный контроль этого всего. В общем, все жители счастливы, рады». Поддержать инициативу населения – главная цель губернаторского проекта – содействие. В Тольятти в этом году реализуется еще шесть таких предложений, с которыми жители обратились к региональным властям. «У нас в том году было открытие двух объектов. Это гидротехническая 28Б, как раз также детская площадка прекрасная, которая активно используется жителям всего двора. Также в прошлом году «Чайкина 50» – прекрасная спортивная площадка, которая стала достоянием всего микрорайона». Представители городской власти поддержали инициативу главы региона и разработали аналог проекта «Содействие – наш микрорайон». По этой программе во всех районах Тольятти реализуется более 50 проектов благоустройства общественных пространств и придымовых территорий. Преимущественно жители выбирают детские и спортивные площадки. Но есть и исключения. Во дворе дома на Матросово-11 установили современную контейнерную площадку. Такое решение жильцы трех домов Комсомольска приняли совместно с общественным советом микрорайона. Аналогов площадки в городе пока нет. Возможно, этот опыт будут перенимать и другие горожане. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк, новости губернии Тольятти. Возможности не ограничены, если есть желание и цель. Данила Хачатуров, юный незрячий певец из Самары, занял второе место на отборочном конкурсе детского Евровидения. Хоть и не победил, поражением свой результат мальчик не называет и готовится к ближайшим выступлениям в Испании, Подмосковье, Владивостоке и Китае. Гастроли расписаны до конца года. Мои коллеги побывали в гостях в семье Хачатуровых и узнали об их обычных буднях. Так по-взрослому рассуждает 12-летний Даниил Хачатуров. В борьбе за жизнь с тяжелой болезнью мальчик потерял зрение, но приобрел талант к пению. Его знают далеко за пределами Самары. Достижения Даниила можно долго перечислять. Среди самых значимых финалист шоу «Ты супер» – участник отборочного тура детского Евровидения. Я очень рада занять второе место в десятке, в принципе вообще попасть в десятку такого масштабного проекта. Для меня это большая радость, гордость и честь. И я очень благодарю за это моих родителей. Родители свою жизнь посвятили детям. Папа занимается с младшими – Львом и Георгием. Четырехлетние двойняшки уже проявляют интерес к музыке и творчеству. Мамы ездят с Дани на конкурсы и концерты. Причем не только в нашей стране. Данька ставит себе такую цель, чтобы своим каким-то примером подать пример детям с нарушением зрения, с другими проблемами здоровья, чтобы они тоже не стеснялись, показывали. Начинали с малого, шли выше. Но, хочу сказать, без поддержки, конечно, государства и социальных служб – это очень сложно. Хачатурова получает пособие на ребенка с инвалидностью. Семья использовала региональный капитал в размере 100 тысяч рублей. Получала ежемесячную выплату на третьего ребенка до трех лет. Также им компенсируют оплату коммунальных услуг. В Самарской области таких семей, где детей три и больше, почти 24 тысячи. Поддерживают не только многодетных. Существует специальная выплата даже за рождение первого ребенка. Когда мама молодая еще не устроилась ни в карьере, ни где-то не добилась успехов, материальная поддержка на первого ребенка, который выплачивается, я думаю, очень существенна для семьи. То есть мама может спокойно до трехлетнего возраста не волноваться. Реализация региональной составляющей финансовая поддержка семьи при рождении детей проходит под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и осуществляется в рамках одного из важнейших национальных проектов, инициированных президентом страны – демография. Среди ключевых задач – формирование ответственного родительства, увеличение рождаемости и повышение роли семьи в жизни общества. Мария Шпакова, Сергей Александров, Новости губернии. На этом у меня пока все. Еще больше новостей на нашем сайте. Если вы хотите предложить свои новости, то пишите на наш адрес онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok